МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. В Раде сухари и баннеры, а в комитетах базар. О чем смогли договориться сегодня? Кому война карман греет? Дизель для АТО дороже, чем на заправках. Почему? Сгоревшие рестораны, стрельба на Дерибасовской и убийство в больнице. Кто жертва? Творчество Народного фронта, флешмоб в поддержку премьера, обвинения коллег по оппозиции. Сегодня в парламенте взрывы эмоций. Тема дня – коррупция в правительстве и поиски агентов Кремля. Кто на этот раз? Подробнее Екатерина Лысенко. Короткий рабочий день, а в парламенте бурлят эмоции. Здесь и плакаты рисовали, затем обвиняли, кричали и по трибуне стучали. Все это во время разговоров о коррупции в Кабмине. Обсуждали все те же заявления экс-главы госфин инспекции, который обвинил правительство Язунька в злоупотреблениях на 7,5 миллиардов гривен. Первое слово сегодня у премьерской фракции. Всем составом и с плакатом они вышли защищать премьера. Мол, те, кто критикует – агенты Кремля. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина. Юлия Владимировна Тимошенко, партия «Свобода». Я всех прошу и призываю, объединяйтесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко – это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, не создали коалицию. Такое в жизни, что на злодию шапка горит. Давайте створим тричасовую следственную комиссию, проведем независимое оценивание, расследование и выявим, кто действительно вкрав гроши. Батьковщина не смолчала, «Свобода» тем более. Те, кто пробуют сегодня списать на Путяна, тотальное разкрадание бюджета государства не выйдет. Шесть пацаней «Свободы» вас так загнали, что вы уже не знаете, что с ними делать. Готовы, что угодно против нас начать, но мы отдаемся на шантаж. Мы не отдаемся на это, мы будем идти до конца. Корупции в Украине не будет. Будут наконец реализованы требования революции гидности. Марадеры, бандиты пьут от влады. Слава Украине! Но одними плакатами народный фронт не ограничился. Потом нардепы ходили по залу и сухари оппозиции раздавали. Мы требуем, как и было декларовано, как и были все требования революции гидности, что злочины в режиме Януковича должны быть расследованы. Мы, честно говоря, не поняли, кого они в чем обвиняли. Они обвинили всех во всем, только про себя забыли. Уряд провалил реформы, загруз в коррупции и дешевых пиар-акциях. Но ответить им придется перед законом за крадийство перед людьми, за погрешение жизни, за уменьшение социальных стандартов, зарплат и пенсий. А президентская фракция, блок Петра Порошенко, уже инициирует общее собрание коалиции, для того, чтобы разобраться с обвинениями фронтовиков и уточнить идеологические принципы. Прийти, значит, это, что в детском саду эти карикатуры, что с рожками нужно намалювать, понимаете? Ну, это смешно. Кроме того, звиновать эти коллеги, я понимаю, кто поза коалицией, но коллег в коалиции, я думаю, что это неправильный подход. На том плакате намагаются нас привязать каким-то образом до Азарова, до Януковича и так далее. Вы знаете, я лично разу не общался ни с Азаровым, ни с Януковичем. Но, например, есть известное видео, где Арсене Петровича Ценюк, действующий премьер-министр, дякует Миколе Януковичу Азарову, потому что он его наставник, потому что он большой государственный муж, что он берет у него пример. Я думаю, что он очень хороший пример, потому что сегодняшние действия уряда мало чем отличаются от Азаровщины, которая была у нас раньше. Рядом с тем же Граченко стояла Людмила Денисова, которая министром социальной политики была в уряде Юлия Тимошенко, который он виноватил. То есть сидит в зале Юрий Луценко, который был министром МВД, и много других людей, которые работали. То есть, поверьте, кого кого переверили с головы до пяток? Да, это Юлия Тимошенко. И с этим всем, хлопцы, занимайтесь собственной командой, спокойно. Тем не менее, в сессионном зале пытались голосовать. Большинство законопроектов не приняли, отклонили и закон об оппозиции. Этот закон был внесен еще в предыдущем составе парламент, прошел первое чтение. И мы считаем, что закон этот очень нужен, поскольку оппозиция будет контролировать власть, будет контролировать, чтобы не было вот этих явлений в коррупции, явлений в неконтролируемом поднятии тарифов. В сессионном зале сегодня депутаты проработали всего полдня. А далее большинство из них ушли на заседание двух комитетов, где обсуждали ту же коррупцию в правительстве. И вот как комментируют поиск агентов Кремля политологи. Это, на самом деле, такая формена политическая истерика, которая, на самом деле, демонстрирует то, что Народный фронт не видит шляхов, как выйти из этой ситуации. Ситуация вокруг Кабмина, в парламенте, она сейчас нездоровая. Так как и нездоровая ситуация в экономике, в социальной сфере, люди недовольны. Но вместо того, чтобы искать решения и искать компромисс, ищут виноватых и ищут внутреннего врага. Мне кажется, это путь в никуда. Точнее, путь в политический тупик, когда вместо оппонента политики видят кремлевского агента. Все социологические фирмы показали падение рейтинга более чем 4 раза у Народного фронта. То есть, если у них было более 23% на выборах в октябре, то сейчас около 6%, а иногда и меньше. Ну и, соответственно, достаточно агрессивная риторика. Попытки объявить врагами Украины всех тех, кто критикует Народный фронт. И, понятное дело, что это такая защитная реакция. Это демонстрация своих комплексов. Ну а после заседания в сессионном зале два комитета, антикоррупционный и правоохранительный, решали, будет ли рада расследовать заявление экс-главы Госфининспекции, обвинившего правительство в злоупотреблениях на 7,5 миллиардов гривен. Были споры на повышенных тонах и почти драка. Так что все же решили, знает Ирина Романова. На первом этаже, в так называемом Катрусином кинозале, собрались два комитета по вопросам борьбы с коррупцией, обеспечению правоохранительной деятельности. Пришли и другие депутаты, представители правительства и руководители госпредприятий, где проходили ревизии. Здесь и экс-глава Госфининспекции Николая Гордиенко. Именно ему первому дают слово отчитаться о результатах проверок. Все результаты ревизии, рассказывает Гордиенко, его фирма передала в Минфин и Генпрокуратуру. Но когда инспекция проверяла энергоатом, его отстранили от должности. Первый замминистра юстиции объясняет, Гордиенко отстранили, потому что тот не выполнил треть поручений правительства о проверке госкомпании. Державная финансовая инспекция не является антикоррупционным бюро и не уповненна делать выяснения о факте коррупции ни в уряде, ни в премьер-министре Украины. Все эти заявки, которые были сделаны господином Гордиенко, в середине марта свободовец Юрий Левченко обратился к ГПУ с требованием расследовать озвученную Гордиенко информацию. Что сделано, депутатам пришел рассказать замглен прокурора. По окременным эпизодам выкладываем заявку когда еще в голове Державной финансовой инспекции открыто 12 проведений. На высшем значительных предприятиях, которые сейчас звучали, уже выявлено порушение, это уже данные следствия, что призвели до потраты на загальную сумму майже 685 миллионов гривен. Арестован ли кто-то, спрашивают депутаты. Слишком рано отвечает заместитель генпрокурора. Если конкретное обвинение к премьеру интересуются нардепы. Под час вашей деятельности, сбору информации, ваших перевірок, чи можете вам поведомить факти про его особистую участь? Резолюции в документах, которые нам проходили по этих ревизиях, действительно Яценюка нет. Однако эти люди и эти фирмы, которые проходят в наших актах ревизии, связаны або с землячеством, або с учебой вместе, або они с Чернівцем. Депутаты-фронтовики свои вопросы читают по бумажке. В своем отчете Гордиенко рассказывал, что во время проверок на него довели из Кабмина. Кто именно, спрашивали депутаты. Чи втручался кто-то с уряда, или с боку других органов влады, под час действия Держфин-инспекции, контрольных заходов, если втручался, то кто? Никаких фактов, тиска любого премьер-министра, членов уряда на финансовую инспекцию с метою вплива на результаты конкретных службовых расследований не было. Но почему в правительственную комиссию, проверявшую работу Гордиенко, не смогли попасть нардепа, интересуется Юрий Луценко, потому что решение ее создания подписывает премьер, отвечает ему. Спустя два часа ответа вопросов начали голосовать. Оказалось, за создание следственной комиссии не все. ТСК на сегодняшний день неэффективна. Неэффективна почему? Потому что на сегодняшний день немае закона, який бы передбачав відповідні регламенти діяльности ТСК. Або ТСК, або рабочую группу. Я особисто проголосую за рабочую группу двох комитетів, як профессийний орган, который буде заслуговувати. Мнения разделились, страсти накаялись, но до драки не дошло. Атикоррупционный комитет голосует за следственную комиссию. Правоохранительный за рабочую группу. Теперь слово за парламентом. Что будет создано? Пока же точно решено. Гордиенко будут охранять как свидетеля. Ирина Романова, Василий Миновщиков. Подробности, Телеканал Интер. Генпрокуратура, уголовное дело. Теперь отличилась Минобороны. Как военным чиновникам удалось закупить дистопливо для армии оптом дороже, чем в розницу на заправках? Подробнее Татьяна Овенникова. Дизельный скандал в Министерстве обороны. В середине марта ведомство потратилось основательно. Закупило 30 тонн дистоплива для армии. Топливо купили иностранное, а сделку провели очень быстро. Этой историей заинтересовался парламентский комитет по нацбезопасности и обороне. Провели расследование и выяснили. Чиновники Минобороны на каждом литре переплатили почти 2 гривны. В итоге 170 миллионов гривен убытков. Обратились в Генпрокуратуру и там уже завели против Минобороны уголовное дело. В разрядной мереже фактически цены дешевшие, чем те, что купила оптом Департамент закупления Минобороны. Так не может быть. Цена, которую закупила в ОКО бизнес Минобороны, она на гривню 92 копейки за литр выше, чем та, которая сегодня продается с пистолета на любом разрядной заправке. Подозрительным профильному комитету показалось и то, как искали чиновники поставщика дистоплива. Оказалось, не было никакого тендера. Натомисть проводилась переговорная процедура. Что это значит? Это значит, что Департамент закупления Минобороны запрошивает самостоятельно вызначенных ими самыми потенциальных поставщиков. Эксперты топливного рынка говорят, проблема в том, что чиновники в Министерстве обороны работают по устаревшим советским стандартам. Цена топлива в их контрактах зафиксирована, привязана к дате заключения сделки, тогда как во всем мире давно используют так называемую плавающую цену. Надо пересматривать вообще тендерную процедуру, чтобы закладывать в нее не цену, а формулу цены. Отслеживаем котировки мировые на протяжении месяца, курс валют отслеживаем и на дату поставки постоянно фиксируем цены в зависимости от того, что происходит. Вот как во всем мире конкурируют. Кто виноват и что делать теперь с контрактом? На эти два вопроса ищут ответы милиция и генпрокуратура. Следствие идет. И топливо по якобы завышенным ценам тоже продолжает поступать в Украину. Как эти обвинения комментируют, собственно, Минобороны? На наш официальный запрос там пообещали дать интервью. Завтра. Ждем. Татьяна Овинникова, Екатерина Лысенко, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Восемь раз за минувшие сутки боевики атаковали украинские позиции на Мариупольском направлении. Огонь ведут по селу Широкино, реже по Чермолыку и Николаевке. Как там живут люди и что говорят военные? Подробнее Эльвина Сидбулаева. Любовь Митарчур сумками в руках возвращается из Мариуполя домой в Бердянское. В селе нет магазинов. За продуктами приходится ездить в город. Хочется, чем поскорее. Спокою. Кто страдает, бедные люди, пенсионеры. Молодые, которые имели силу, наверное, мне кажется, уже уехали, повыезжали. А нам нет, куда ехать. Боец с позывным «третий» недавно вернулся из горячей точки Широкино. Рассказывает, сейчас небольшое затишье. Однако боевики не перестают напоминать о себе. С РПГ друг по другу стреляли пару раз. Все. Поздоровались. В Широкино едем в сопровождении бойцов батальона «Донбасс». На дороге встречаем представителей миссии ОБСЕ. Они расположились между домами и вывесили свой флаг. Обстрелов и артиллерийские канонады не слышат. А вы слышите, как огонь открывают? Нам надо обратиться к нашему офицеру СМИ, если вы хотите. Никакие комментарии. А сегодня тихо, спокойно? Как вы знаете, очень тихо, спокойно. В самой высокой точке Широкино село видно, как на ладони. Вот улицы и разрушенные дома. В центре поселка Церковь. Однако и она не останавливает пророссийских боевиков. Огонь открывают как из стрелкового оружия, так и из запрещенного 120-мм миномета. Церковь, которая практически на линии фронта находится, иногда попадает тоже под обстрелом. 700-500 метров. Частенько они подходят метров до 200 к нам. Иногда 50 метров. Тогда получается стрелковый бой и отбивка атаки. Когда одни бойцы на позициях, другие мирно обедают. На столе консервы, хлеб и чай. Тут на передовой они уже два месяца ждут ротации. Хотелось на домашней кухне, какой-нибудь горячей. А так все и есть. Спасибо и волонтерам. Бойцы всегда на готове. Говорят, террористы используют минские договоренности для оснащения техникой. В районе Безымянного находится порядка 20-30 единиц боевой техники. В Новозросске около 1200 человек личного состава. На повороте на Саханку закопаны два танка. На провокации боевиков наши военные не поддаются и продолжают стоять на своих позициях. Эльвина Сидбулаева, Даниил Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Автор этого материала Эльвина Сидбулаева сейчас с нами на связи. Эля, здравствуй. Какие подробности еще тебе известны? Добрый вечер, Наталья. Вот интенсивность обстрелов ближе к вечеру в районе Мариуполя увеличилась. Боевики 8 раз открыли огонь по нашим позициям. Это только по Широкино и стрелковому оружию САО, так и запрещенного 120-мм миномета. Военные продолжают держать оборону. И как только стало известно, вот накануне боевики остановили машину миссию ОБСЕ возле поселка Широкино. По словам наблюдателей, террористы открыли предупредительный огонь в сторону одного членов миссии, который вышел из машины. Он не пострадал. После переговоров наблюдатели продолжили свой маршрут. Такая информация на данный момент. Наталья. Спасибо, Эля. Ильвина Сидбулаева была с нами на связи из Мариуполя. Легендарная 93-я бригада. Ее бойцы сражались за Донецкий аэропорт. Как ребята живут сейчас и что они делают во время перемирия? Подробнее Геннадия Вивденко. Батальоны готовятся к бою. Части 93-й бригады, побывавшие в самом пекле боев за Донецкий аэропорт, доукомплектовываются и обучают только что мобилизованных бойцов. На повестке дня навыки стрельбы из автоматического гранатомета. Известная 93-я механизированная бригада повышает боеспособность. Особенно ее бойцы отличились в многомесячной битве за Донецкий аэропорт. Хотя он и был потерян, украинские военные сохранили контроль над окружающими населенными пунктами, такими как пески, опытное, водяное, тоненькое. А также заняли стратегическую высоту над этим районом. Бригада понесла существенные потери среди бойцовой техники. Сейчас пополняется свежими силами. Ставим тысячу метров. В Чугуеве обучали на АГС, показывали все. Стреляли, ходили на полеон. Бой дух поднятый, улыбаемся. Все веселые, все нормально. Это учение по стрельбе из автоматического гранатомета. 50% личного состава демобилизовали. Сейчас их место занимают еще не обстрелянные бойцы. Но и опытных хватает. Их комбат с позывным «Купол» во время зимнего перемирия рискуя жизнью. Провез боеприпасы практически безоружной метеовышки. При этом оставив в дураках командира боевиков «Моторолу». Просто выбора не было. Тут надо было либо пал, либо пропал. Потому что оставлять... Я всегда был такой принцип, что пока солдат мой, я за него последний этап. Поэтому знаю, что без боеприпасов, без оружия. Просто... Когда-то приходится жертвовать с собой, чтобы вытащить других. Этот солдат был серьезно контужен в боях. Заопытное. Однако после выздоровления решил вернуться. Потому что все мои хлопцы тут. И мне жалко тех пацаней, которые там пулили. А я что, буду дома сидеть, косыть, там нет, такого не буду. Сейчас в бригаде ремонтируют боевую технику, изношенную и поврежденную во время боев. Базы обновления мощности бригады находятся не так далеко от фронта. Спешно пополняются запчастями и военной амуницией. Это уже отремонтированная техника. Тем временем на кухне полный порядок. Обед закончился. Горуховый суп можем дать попробовать. Остался. Гречка, подлива, поджарка. Батальонный повар Слава четвертый день как призван в бригаду. Говорит, что в шоке от обилия привезенных продуктов. Макароны, пролез, гречка, пшенка. Вот это все тушенка. Сыр. Можете посмотреть сыр. Гущенка, сливочное масло, печенье, алия. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Руслан Терентьев. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. И Геннадий Вивденко сейчас с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Что стало известно ближе к вечеру? И вот крайнее, как здесь любят говорить, Наталья не последняя. То есть новости ситуация остается неспокойной. Вооруженные провокации продолжаются. Зафиксировано около 20 обстрелов. Наиболее интенсивные обстрелы в Донецкой области на линии фронта от Авдеевки до Песок. Силы АТО зафиксировали 7 минометных ударов в калибрах свыше 100 мм, что противоречит Минским соглашениям. После полудня были обстрелы из крупнокалиберной артиллерии. С 15.10 до 15.30 террористы вели обстрел в наших позиции из артиллерии калибру 122 мм в районе города Авдеевка. Тут же враг застосовывал для обстрелов бронетехнику, зенитную артиллерию и стрелецкую оружие. Украинские войска сейчас не могут отвечать адекватно и вынуждены вступать в стрелковые бои. Сейчас в связи с этим минским договором получается, что всю крупнокалиберную артиллерию все отвели. Сейчас начинаются дирекционные группы, которые пытаются залезть. Соприкосновение живой силы идет. В Луганской области, по данным штаба АТО, также состоялся стрелковый бой. Помимо этого, зафиксирована работа беспилотника противника. На этом пока все. Наталья. Спасибо, Гена Геннадий Вивденко, о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Оккупированные территории жителей Донецка и Луганска каждый день рассказывают нам о своей жизни. Благодаря им мы можем понимать, что на самом деле там происходит. Давайте послушаем. Возле домов, возле каких-то дорог, люди просто нехитрые домашние утвары продают. В основном это предметы я езжу просто для того, чтобы получить деньги на пропитание, чтобы купить кусок хлеба, 500 сторон молока. Молочная продукция, в принципе, есть, но цены очень высокие. Опять же, это вот это порошковое молоко. Когда привозят в цистернах, очереди просто неимоверные. Выстоять очередь 2-3 часа не все могут. Я не понимаю, зачем не пускать сюда наших украинских производителей, которые имеют качественные, шикарные, хорошие продукты. Почему их не пускать? Зачем устраивать все это? У меня сейчас ребенку 16 лет. Мне нужно как-то выехать на Украину. Паспорт у нас делать невозможно. Паспортные столы закрыты, потому что нет печати, нет бланков, паспортов. Поэтому паспорта не выдают у нас сейчас. В Одессе СБУ задержало 10 диверсантов. Они планировали организацию взрывов в годовщину освобождения города от немецких нацистов во время Второй мировой, то есть послезавтра. В ходе обысков у боевиков изъяли оружие, взрывчатку, компоненты для ее изготовления. Фугасы они планировали начинить резаной проволокой, гвоздями и гайками для большего поражающего эффекта. Силовое звено группы возглавлял бывший одесский беркутовец. Общую координацию проводила гражданка Украины по кличке Гюрза, которая после предыдущих терактов в Одессе с помощью российских спецслужб сбежала в Москву. Оттуда же из Москвы, по информации СБУ, финансируются проплаченные массовые акции в Киеве и других городах Украины. Эти митинги призваны раскачать ситуацию в стране. Деньги из России отправляют бывшие украинские чиновники и народные депутаты. Кошты подходят от так называемого офиса прошлого премьер-министра Украины Миколы Азарова, экс-депутатов Царьова и Олейника. На данный момент они перебывают в Москве. На 9 квитня планировалось вывезти на улице Киева до 3000 участников такой акции. И мы четко видим, что это действует за указаниями из Российской Федерации. Ранее служба безопасности заявляла не просто о причастности Кремля к дестабилизации ситуации в Украине. Глава СБУ Наливайченко обвинял ни много ни мало помощника российского президента Владислава Суркова в причастности к организации расстрела активистов Майдана в 2014-м. Сегодня в СБУ сказали, что от этой версии не отказываются и проводят дальнейшее расследование сурковского следа. Ну и еще об Одессе. Стрельба, убийства и горящие рестораны. Как этой ночью лихорадило город? Подробнее Андрей Анастасов. Восемь пулей с травматического оружия. Убийство произошло около часа ночи прямо в приемном отделении больницы номер один, известной в Одессе как еврейская. Так завершилась ссора с перестрелкой, которая по данным милиции началась чуть раньше на Дерибасовской. Конфликт возник между двумя группами молодых людей из-за женщины. У парней из одной компании было травматическое оружие. Стреляли, ранили двоих соперников. Те с еще одним товарищем поспешили в больницу. Конфликтующая сторона, я так понимаю, преследуя их, достигла в больнице и продолжила выяснение отношений. В итоге один погибший. Резиновая пуля пробила парню сонную артерию. Еще двое с ранениями средней степени тяжести. Врачи и пациенты отделались испугом. Здесь такого еще не было со времен 90-х. Нападавшие, их было около пяти человек, скрылись на автомобиле БМВ темного цвета. Очевидцы утверждают, это были представители кавказской национальности. Во всяком случае дежурная смена, именно так и говорилось. То ли совпадение, то ли нет, но спустя пару часов после кровавых событий в больнице, в разных частях Одессы вспыхивают два крупных ресторана и сгорают почти дотла. Что интересно, их хозяева выходцы из Кавказа. В обоих случаях милиция усматривает поджог. А вот связывают ли правоохранители эти пожары с произошедшим в больнице, неизвестно. Они русские хозяева. Но всегда было тихо, не было никаких-то там скандалов, ничего не было. Чуть позже стала известна фамилия парня, погибшего в больнице. Это 28-летний Сергей Лащенко. Мастер спорта по тайландскому боксу, призер многих чемпионатов. Милиция сейчас ищет стрелявших. В городе объявлен оперативный план «Перехват». Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал «Интер» Одесса. В Одессе стреляют и поджигают, а Харьков готовится к обороне. Вдоль города начали рыть окопы. И не только. Защитит ли это оборона и во сколько она обойдется стране? Подробнее Лидия Калинина. Несколько километров первая линия обороны уже построили на границе с Россией. Вторая должна расположиться на десятки километров вглубь территории. И сейчас взялись за третью. Огневые позиции строят в абсолютной секретности. Никому не говорят, где именно они должны появиться. Известно только, что это будет последний рубеж на въезде в Харьков. Первый упорный пункт третьей линии обороны начали возводить на днях. Пока это выглядит как глубокий ров. Но до конца апреля здесь должны уже появиться укрытия и для людей, и для техники, чтобы защитить город от возможного вторжения. Они могут защитить от живой силы противника, техники и вооружения. Угроза и безусловно существует. О вторжении в Харькове говорят давно. Даже даты называют от Пасхи до 9 мая. И хотя это только слухи, военные перестраховываются. Мол, такая защита, хоть и ненадолго, но все же остановит врага. Нынешняя техника проедет через любой ров, который даст возможность каким-то образом просто сдержать противника. То есть обороняться на нем долгое время нельзя. До подхода основных сил и средств, соответственно, какое-то время будет дано для сдерживания сил противника. Роют траншеи волонтеры и местные стройкомпании. Пока помощи у других областей харьковчане не просят. Мало того, еще и сами выехали в Луганскую и Донецкую области сооружать те же окопы и блиндажи. Они составят вторую линию обороны, которая должна пролечь вдоль всей границы с Россией и условной границы с зоной АТО. Работы хватит всей Украине. Эти КАМАЗы, бетономешалки и самосвалы сегодня выезжают в Запорожскую область из Кировограда. Там надо выполнять земляные работы и строить фортификационные споруды. У людей будет работать около 100-120 человек. Деньги на проект обещают из госбюджета. Без малого миллиард гривен. Кировоградские строители свой аванс уже получили. А вот харьковчане приступили к работам, не дожидаясь обещанных денег. Уже к концу месяца они собираются закончить строительство первого опорного пункта возле города. Засищать эти позиции должны будут военные, пограничники и бойцы Нацгвардии. Лидия Калинина, Елена Брынза, Александр Яновский, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Ну а тем временем премьер Гиценюк решил отменить результаты конкурса по избранию главы Укрспирта. Скандал вокруг предприятия начался еще в прошлом году. Бывший руководитель Михаил Лобутин в международном розыске. Его подозревают в хищении более 170 миллионов гривен и уклонении от уплаты налогов. Сам Лобутин считает, что власть его преследует незаконно, а правительство пытается создать теневые схемы. В декабре он сбежал из больницы и заявил, что в этом ему помогли бойцы батальона «Айдар». А ГПУ возбудило уголовное дело против комбата Мельничука за похищение Лобутина. Ну а теперь оказалось, отобранные конкурсной комиссией при Минагрополитике два претендента на эту должность. Нина Гаркава и Анатолий Дельбожик имеют послужной коррупционный шлейф. По словам Яценюка, у одного четыре, а у второго шесть уголовных дел. К слову, замгенпрокурор Гузырь сегодня заявил, что ГПУ в ближайшее время внесет в Раду представление о снятии неприкосновенности с ряда депутатов, в том числе и Сергея Мельничука. Ошибка или совпадение? Что искали правоохранители в «Нафтогазе»? Кого обыскивали? Обыскивали ли и что нашли? Елена Зорина разбиралась. Обыск в «Нафтогазе» – это новость сегодня к обеду облетела практически все украинские СМИ. Кто и что ищет, что расследует, выяснить это оказалось нелегко, проще детективно писать. Правоохранители кивали друг на друга. В киевском главке милиции указали на прокуратуру, столичные следователи открестились, как, впрочем, и генпрокуратура. И вот Маркиан Лубкивский, советник главы СБУ, казалось бы, был так близок к разгадке. Признался журналистам, что это его ведомство и генпрокуратура проводят обыски. Но тут «Нафтогаз» спутал карты и все опроверг. Однако на этом история не закончилась. В прессе появился адрес, где разворачиваются события. Якобы там один из офисов компании. На карте номера этого дома нет, но поблизости мы все же нашли, где был обыск. Здание за вот этими воротами. И вот видео с камер наблюдения. С десяток вооруженных людей в масках, без опознавательных знаков, люди в штатском, и те, кто назвали себя следователями ГПУ, буквально вламываются в помещение. И это не «Нафтогаз». Здесь бюро судебных экспертиз и редакция журнала. Перерывают уголовные дела, которые тут хранятся, и так почти 6 часов. Четыре сервера разобрали. Два редакционных, где верстался журнал, и два сервера бюро судебных экспертиз, где хранятся фотокопии уголовных дел и материалы, связанные с уголовными производствами. Тайна следствия нарушена целиком и полностью. Искали не только здесь, но и у него дома, в центре Киева. По обыске, говорит Владимир, проводили одновременно. Дома изъяли две записные книжки моего двоюродного брата. Он медик, и там все было написано по латыни. Видимо, следователи не умеют читать. Меня прикладом автомата ударили в грудь, и я остался на улице. А вот те самые постановления суда, по которым все это стало возможным. Дело касается событий 2010-2014 годов. А всему виной 650 миллионов гривен, которые исчезли из госбюджета. Подозревают в этом чиновников компании «Укртрансгаз» «Нафтогаза». Здесь якобы искали документы конвертационной группы, благодаря которой исчезли средства. Денег не нашли, зато унесли с собой ключи от сейфа и чьи-то личные вещи. А вот ошиблись адресом или нет, сотрудники бюро попросят выяснить ту самую генпрокуратуру и суд. Но свежий номер журнала, а независимый аудитор, который должен был выйти завтра, читатели теперь неизвестно, когда увидят. Елена Зурина, Елена Митясова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал «Интер». Наблюдательный совет «Укртранснафта» сегодня принял решение назначить временным главой госкомпании сроком на 4 месяца Сергея Сукала. А назначенного ранее Юрия Мирошника отстранить от этой должности. Он, к слову, так и не смог приступить к своим обязанностям, его попросту не пускали в здание. За 4 месяца Сукала поручено провести открытый конкурс на должность нового руководителя «Укртранснафты». Впрочем, позже стало известно, что Сукала отказался от новой должности. Как сообщило изданию «Ойл Ньюз», источник в Минэнергоугля, это решение было принято под давлением со стороны властей. В Конституционный суд сегодня уже шестое обращение подали нардепы и лидеры нескольких общественных организаций, в частности ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, афганцев. Требует рассмотреть их иски, касающиеся таких решений парламента, как налог на пенсии для работающих пенсионеров, повышение рабочего стажа для женщин и отмены ряда социальных выплат. Ветеранство, пенсионеры, инвалиды в Украине перетворилося в главное предприятие по наполнению бюджета. Мы пришли сегодня к Конституционному суду Украины с требованием негайно рассмотреть те конституционные подания, которые уже поданы в этом году. Мы очень надеемся, что Конституционный суд найдет все-таки время и вспомнит, что у нас в стране сегодня 18 миллионов людей ждет решения этого суда. Потому что за три месяца они не взяли и не рассмотрели ни одного конституционного обращения. Мы требуем выполнения Конституции Украины и защиты справедливых прав наших людей. Греческий премьер в Москве встречается с Путиным. О чем они могут договориться и какой на этот раз сюрприз гражданам России преподнесла скандально известная депутат Мизулина? Подробнее наш Сапкор в Москве. Данил Русаков. В Госдуме ведутся жаркие дискуссии о морали и нравственности. Елена Мизулина, та, которая в санкционном списке ЕС и та, которая героически запретила кружевные трусы, решила заняться образованием. Интернет-ресурсы сообщает, будто бы она хочет запретить нерожавшим женщинам учиться в вузах. Есть ссылки на якобы слова Мизулиной о том, что в царской России все было хорошо. Там, несмотря на отсутствие образования, женщины рожали по 10-12 детей. Официальных комментариев о судьбе законопроекта нам получить не удалось, но многие не сомневаются. Зная послужной список этого депутата, зло она обязательно победит. Пройдется даже по единомышленникам, не взирая на то, что они тоже горой стоят за духовные скрепы. Так бывало, кстати, не раз. В Думе существует педофильское лобби. Это лобби в недрах фракции Единой России. И еще одна новость. В Петербурге задержали экс-депутата Верховной Рады Михаила Гончарова. Он объявлен в розыск Украиной. Возможно, теперь даже выдадут. Видимо, на фоне хронических отказов предоставить Киеву Януковича, Пшонку и всех остальных, кому-то захотелось сыграть в правовое государство. Главная же новость сегодня – визит греческого премьера в Москву, хозяина Кремля. Ципрос начал буквально с порога задабривать. Между нашими народами существует глубокая внутренняя связь. Она сохранилась, невзирая на внешние обстоятельства. Алексей Ципрос заявил, политика санкций ему не по душе, его народ страдает. И вообще все происходящее напоминает холодную войну. А она Ципросу не нравится. Многие о наличке еще до сегодняшнего визита говорили. Афина и Кремль могут пойти на сделку. Россия отменяет так называемые контрсанкции в обмен получать лобби в Европарламенте. Но вот о деньгах, которые так нужны грекам, речь не шла. По словам Путина, Греция не обращалась к России за финансовой помощью. Хотя уже завтра Афины должны выплатить Международному валютному фонду очередной транш. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Получит Ципрос деньги у Кремля или нет, скоро узнаем. На всякий случай правительство Греции придумало план Б спасения страны от кризиса и банкротства. Какой счет греки выставляют Германия и за что? Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Греция погрязла в долгах. Страна задолжала баснословную сумму 320 миллиардов евро. На погашение денег нет, дефолт близок. Европейские кредиторы обещают помочь, но в обмен на реформы. И вот греки придумали, где взять деньги у немцев. Германия должна выплатить Греции репарации, компенсацию за оккупацию во время Второй мировой и страшное преступление нацистов. Об этом новое греческое правительство говорило не раз. Но если раньше требования были абстрактными, теперь политики называют конкретную сумму. Конец марта. Встреча Ангелы Меркеля и Алексиса Ципроса в Берлине. Тогда на пресс-конференции журналисты прямо спросили греческого премьера, требовал ли он репарации во время личной встречи. Ципрос ответил туманно. Для нас в первую очередь это не тема материального характера. Это этическо-моральный вопрос, над которым должны работать наши страны. Не прошло и месяца, а вопрос уже стал материальным. Греки подсчитали, сколько должны заплатить немцы. Получилось немногим меньше, чем нынешний госдолг Афин. 278 миллиардов 700 миллионов евро. В этой сумме учтены заим, который немцы взяли в греческом банке во время войны, ущерб, нанесенный инфраструктуре и компенсации пострадавшим людям. Немцы в замешательстве. Это не очень разумная стратегия Греции требовать репарации и иметь в виду деньги из казны еврозоны. Официальный Берлин уже ответил, вопрос репарации закрыт. После войны Германия выплатила грекам компенсацию 115 миллионов марок. И с тех пор готова нести исключительно моральную ответственность. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Липен Липену рознь. На что любовь к партии толкает Марин Липен. И какую еще награду получила наша шахматистка, чемпионка мира Мария Музычок. Об этом буквально через несколько секунд. Приглашение международной миротворческой миссии на Донбасс. Польский опыт в проведении децентрализации власти. Это одни из главных вопросов, которые сегодня обсуждали президенты Украины и Польши в Киеве. Бронислав Комаровский беседовал тет-а-тет с Петром Порошенко. А завтра выступит перед депутатами в Верховной Раде. В числе тем, которые будут обсуждаться в Киеве. Санкции против России, поддержка Украины в сфере безопасности. И подготовка к саммиту ЕС в Риге. Я хочу подтвердить дружбу и желание Польши поддержать Украину в этот тяжелый для нее период. Наша помощь и дружба построена на общем историческом опыте и на общности интересов, в том числе интересов безопасности. А в это время первые леди Украины и Польши почтили память героев Небесной Сотни. Марина Порошенко и Анна Комаровская прошли по институтской, возложили цветы к памятнику погибшим. Марина Порошенко показала, откуда стреляли снайперы, сквозные дыры в столбах, от пули, а также место, где погиб самый младший герой. Пентагон экономит на предотвращении угрозы из России. В Америке обнародовали бюджет военного ведомства на 2016 год. На что готовы тратить деньги американские военные и какая новая угроза из России нависла над Белым домом? Подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Подсчитывать расходы Пентагона дело довольно трудное. Ведь у американцев в военном поле есть десятки программ. Многие нацелены на один и тот же регион, но просто называются по-разному и деньги дают на разные направления поддержки. Ну так, например, вот существует программа усиления гарантии союзникам. В ее рамках как раз и произошли изменения. По сравнению с прошлым годом по этой программе дали только 800 миллионов долларов на 185 миллионов меньше. А ведь это именно те деньги, которые по идее должны идти на сдерживание агрессии России в Украине. И уже ясно, что не будет программы поддержки Украины и стран Балтии. В прошлом году она обошлась в 175 миллионов долларов. Но известно также, что больше средств пойдет на учение союзников на территории Европы. 470 миллионов из казны. Гораздо больше, чем в нынешнем, вот в этом году. Возможно, такое распределение расходов означает, что в Америке конец войны на востоке Украины видят довольно скоро уже в этом году. Хотя с угрозой из России недавно столкнулись в самом Белом доме. Как сообщил телеканал CNN, российские хакеры взломали систему компьютерной безопасности и получили доступ к личным деталям расписания президента Обамы. Конечно, ничего критичного, да информация вроде как не носит какой-то секретный характер. Но тут важен скорее сам факт, вернее два факта. Во-первых, злоумышленникам это удалось. Во-вторых, это российские хакеры. В этом у Белого дома, кажется, нет никаких сомнений. Несмотря на то, что взлом происходил в нескольких компьютерах, которые расположены по всему миру, службы безопасности Обамы все-таки узнали, что это дело рук россиян. Были известны коды, которые присущи именно хакерам из России. Этот инцидент переполошил обитателей Белого дома, но первые лица пока что предпочитают хранить молчание на этот счет. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Семейно-политический кризис. Марин Липен сегодня назвала ссору с отцом огромным уроном для партийного дела. Так урон или игра на руку? Подробнее София Градиенко, наш европейский корреспондент. Де Юре, 86-летний Жан-Марин Липен, все еще почетный президент партии. Де-факто его задвигают как могут, так как каждый раз непонятно, какая политидея родится в голове почетного пенсионера. А своими идеями, даже самыми нелепыми, он привык делиться с широкой публикой. Например, на прошлой неделе обронил фразу о мигрантах, которые правят Францией. Марин Липен хлебнула варьянке, выкурила привычную сигаретку и наложила на папу санкции. Публично выступила против его кандидатуры на региональных выборах в конце года. Липен старший с ответом не заставил себя ждать. В интервью Крайне правой газете повторил свою знаменитую антисемитскую фразу, что газовые камеры были только деталью истории. А дочери посоветовала защищать свободу слова. Особенно, если это его, папина слова. Журналисты, наблюдающие за припалкой, считают, семейная ссора на самом деле может только добавить очков Марин Липен. Это на руку Марин Липен и ее однопартийцам, потому что вырисовывается контраст между ее папой и новым национальным фронтом. Мол, смотрите, я не такая, как он. И партия не та, что раньше. И она действительно другая. Липен старший никогда сильными мира сего не заигрывал и за деньги идеи свои не продавал. Финансирование Москвой партии Липен уже не тайно, так что в некоторых вопросах дочь пошла дальше своего отца. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Украина получила шанс вернуть скифское золото. Нашу страну признали одной из сторон в судебном разбирательстве о принадлежности этих уникальных ценностей. Напомню, несколько крымских музеев подали иск против Амстердамского музея Аланда Пирсона с требованием вернуть в Крым экспонаты выставки золота с киевов. Киев наставит, что коллекция, вывезенная на выставку в Амстердам в начале февраля 2014 года, принадлежит Украине. Полет в отсеке шасси, код-контрабандист и голливудское ограбление в Великобритании. Об этом и не только в нашем обзоре. Крупнейшее ограбление в Великобритании. За предварительными оценками бандиты обчистили хранилище на 200 миллионов фунтов стерлингов. Во время пасхального уикенда они проложили туннель к зданию, отключили сигнализацию и вскрыли 300 сейфовых ячеек. Грабители вынесли ювелирные изделия, деньги и редкие бриллианты. Персонал обнаружил пропажу лишь после праздничных выходных. Резонансное убийство в США спровоцировало очередную волну протеста против произвола полиции. В Южной Каролине офицер выпустил 8 пуль в спину безоружному темнокожему, который пытался бежать. Инцидент случился после того, как 50-летнего Вальтера Скотта остановили за разбитый стоп-сигнал на автомобиле. Полицейскому грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Экстремальный полет на самолете в отсеке шасси. Так добирался из Суматры в Джакарту 21-летний индонезиец. Он пережил почти двухчасовой полет при минусовой температуре. Зайца обнаружили уже после прилета и отправили в больницу. Индонезиец утверждает, что отправился в рискованный вояж, чтобы встретиться с президентом страны. Искусство не знает границ. Фильм-интервью, который привел в ярость Ким Чен Ина, уже можно посмотреть на территории КНДР. Поставку дисков обеспечил активист из Южной Кореи при помощи воздушных шариков. Таким способом он переправил уже несколько сотен копий американской политической кинокомедии о попытке убить Ким Чен Ина. В Бразилии поймали кота-контрабандиста. В городе Патус животное застряло в железных прутьях, когда пыталось попасть на территорию тюрьмы вместе с незаконной передачей для заключенных, наркотиками и мобильными телефонами. Вещи были спрятаны за меховой накладкой на животе кота. Пушистого преступника накормили и отправили в приют. Японские компании объявляют войну трудоголикам. В некоторых уже запретили работать после 8 часов вечера. Другие разрешают работать лишь по 4 часа, если сотрудник желает больше времени уделять личной жизни. При этом зарплату не урезают, если трудовые обязанности выполняются качественно. Японцы традиционно засиживаются на работе и игнорируют отпуск. Британский принц Эндрю больше не краснеет, а звездатель ведущего Джеймерами Кларксона снова сияет о метаморфозах скандалов. Подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. У желтой прессы сегодня тем для передовиц хоть отбавляй. Сразу несколько знаменитостей преподнесли сюрпризы своим поклонникам. Сначала принц Эндрю, сын королевы, для которого из-за океана пришли хорошие новости. Американский суд отказал в иске даме по имени Вирджиния Робертс. Она во всеуслышании заявила, что в 17-летнем возрасте занималась с принцем сексом по принуждению. Раздала десятки откровенных интервью, требовала денежной компенсации, но все зря. Эндрю обвинение отверг и Фемида оказалась на его стороне. Я еще раз подтверждаю заявление Букингемского дворца. Я не имею отношения к грязным обвинениям и сосредоточен исключительно на работе. Еще одна сенсация. В эфир возвращается Джереми Кларксон. На своем родном канале, Би-Би-Си, он проведет комедийное ток-шоу «Есть ли у меня для вас новости». Привет, я Джереми Кларксон. Обычно я веду топ-гир. Ведущий автошоу и раньше подменял хозяина этой программы. А вот со своей родной передачей, похоже, распрощался навсегда. За то, что дал по збам продюсеру. Именно эту выходку, скорее всего, будут обсуждать в эфире, так как вне экрана Кларксон не особо разговорчив. Как вы себя чувствуете, Джереми? Мне пора ехать, извините. Скептики говорят, участие Кларксона в новостях было запланировано давно и не связано со скандалом вокруг топ-гир. Фанаты, наоборот, радуются, что звезда Джереми не погасла. Репутация и скандального ведущего, и венциносного принца пострадала, но популярность от этого только выросла. Если о тебе говорят и пишут, это уже успех. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интерн. За победу на чемпионате мира по шахматам среди женщин Марию Музычук. Президент Украины сегодня наградил орденом за заслуги третьей степени. 22-летняя спортсменка выиграла у российской шахматистки на чемпионате в Сочи. Первыми тренером и Марией были ее родители. Чемпионский титул она будет носить до осени, а затем его придется защитить, сразившись с первым номером мирового рейтинга, китаянкой Хоу и Фань. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok